Покер Прикупных и готовых рук И прошли такие приемы, как рейс и ререйс А сегодня тема нашего урока Это замедленный розыгрыш Или слоу-плей И теперь я хочу пригласить к столу своих студентов Здравствуйте Мы сегодня поговорим о таком приеме розыгрыша, как слоу-плей Или замедленный розыгрыш Что такое слоу-плей? Это когда мы получили очень сильную комбинацию на флопе Может быть, нац или почти небитую комбинацию И не хотим раньше времени обнаруживать силу своей руки Играем ее медленно И в зависимости от того, насколько эта сила велика Мы можем позволить себе совсем замедленный розыгрыш Или не окончательно замедленный Например, получили мы какой-нибудь младший сет У нас две четверки А на столе вдруг пришла четверка, дама и какой-нибудь туз И вот я хочу обратить на ваше внимание Например, две карты одной масти И возможность флеша Побуждают нас замедлять, но не сильно Например, мы можем сыграть чек, а потом рейс Чек-рейс Будет медленный розыгрыш А если, например, вдруг нам пришла какая-то очень сильная комбинация Как однажды уже встречалась, ну скажем, каре прямо с хлопа Ну, например, пришла вот так вот То, конечно, такую руку мы можем разыгрывать Ну, совсем медленно То есть, хорошо, если туз Это может быть у кого-то туз То есть мы опасаемся, что если мы нападем, нам никто не ответит То есть даже туз, он Если мы начнем ставку на флопе, потом ставку или там какой-нибудь рейс То даже человек с тузом может выбросить Ну, у него будет туз 10 Он подумает, наверное, там четверка Хотя он не говорит уже о двух четверках А если нет туза и на столе какая-нибудь вместо туза там шестерка То мы предполагаем, что у противника вообще пока ничего нет И мы хотим, чтобы он хоть что-нибудь купил Вот И такую руку мы можем разыгрывать чеком до самого ривера Ну, например, мы чек Ну, никто не напал Ни у кого нет ни шестерки, ни старшей пары Ни каких-нибудь там, не знаю, 7-5 Которые давали бы хотя бы, ну, скажем, такая конструкция у человека Он может надеяться на то, что он купит стрит И нападет Но поскольку никто не нападает, вообще ни у кого ничего нет И мы просто ждем Да, Макс? Думаю, очень важно в таких ситуациях понять, когда к оппоненту зашла карта Например, если откроют сейчас восьмерку Оппонент поставит, нам чаще всего нужно переставить Потому что сейчас на пятой карте может выйти опасная карта уже для оппонента Он будет бояться играть стритом Поэтому если мы поняли, что у него сильная карта Лучше все уже тогда делать рейс с каре Но если мы видим, что они все без карты, лучше еще открыть пятую карту И тогда уже смотреть на их реакции Точно такая же карта, ну, как бы подходящая для наших оппонентов Может быть тройка Ну, то есть нужно представить, какую бы мы хотели поймать руку То есть хорошо, если у него, например Если у него вдруг пара какая-нибудь Ну, например, не знаю, дамы И он вдруг играет рейс Он думает, что ни у кого нет четверки А остальные карты он бьет Вот Он играет рейс Мы играем кол В надежде, что он, может быть, поймает еще свою даму И тогда у него будет фулл хаус Который мы тоже обыграем Вот, присядьте вдруг Вот в такой ситуации человек обречен нам проиграть весь свой стенд Но если мы ему не дадим купить даму Он намного не проиграет То есть наша же задача не запугать всех там и заставить нас уважать Наша задача выиграть как можно больше фишек В турнире или в игре, или в кэш То есть задача покера – это получение прибыли Поэтому очень важно понять, что же там есть у оппонента Поскольку наиболее часто люди заходят с тузами Или там какие-нибудь крупные карты То для нас в этой ситуации Появление любой из старших карт И откроется туз Мы играем чек И потом кул Потому что там, ну, или может быть рейс Надо уже посмотреть, что за Даже король тоже хорошо Король откроется уже у кого-то, может быть Может у него король-дама Ну, то есть мы пытаемся понять руку оппонента И пытаемся выиграть в этом банке как можно больше Думаю, тоже нужно специально давать хорошие шансы банку оппоненту ловить флэш Стрейд специально, чтобы он думал, что делай плюсовых А на самом деле у него 0% здесь что-то ловить Если он поймает флэш, он только больше проиграет Ну да, то есть Если вдруг Человек активизировался При появлении там какой-нибудь карты Не знаю, флэшевой Ну, поставил какую-нибудь пробную ставочку Мы можем Еще его и переставить Из каких соображений Мы точно знаем, что мы Он нас не догонит И мы у него уже выиграем Но Мы знаем, что флэш придет Только в одном случае из пяти Вот, то есть, четыре раза Когда придет, например, такая карта ему на ривере Он уже нам ничего не заплатит А оно такое Мы можем его немножко переставить Вот, допустим, у нас в банке стоит там Ну, сколько, пять тысяч Он дал, например, пробных там Ну, не знаю, две тысячи Мы можем смело ему поставить, например Там четыре тысячи Чтобы для него были Ему нужно заплатить две Чтобы получить вот эти десять Даже одиннадцать То есть И мы знаем, что на терне Он нам точно заплатит А на ривере он нам заплатит Только если придет Поэтому мы лучше сразу переставим на терне Немножко Он даст на терне И если на ривере не придет Он больше же ничего не даст А если придет Он нам заплатит Может быть, еще много Потому что он за ней уже шел Уже платил И дальше он В этой ситуации тоже важно понять На что он шел Если он шел на флеш То человек, он нападает Мы его переставляем И он Скорее всего платит У нас есть Тут пару задачек Предлагаю начать Прямо с них Наша рука Валет-король Мы играем нау-лимит Шесть игроков У нас первая позиция Лузово-агрессивная игра Блайнды Блайнды 1-2 До флопа Вы зашли лимпом То есть просто Заколировали блайнды Заколировал батон Маленький блайнд пас Большой блайнд чек Итого в банке трое На флопе приходит Дама туз шесть Вы сыграли чек Батон дал шесть Большой блайнд Спасовал Вы решили сыграть нестандартно И попробовать блефануть на терне Если выйдет пугающая карта Не заколировали А на терне вам пришел Абсолютный нац Десятка бубновая Теперь ваше первое слово И что же вам делать И варианты такие Чек с намерением Простого кола на рейс Чек с намерением Ответного рейса На рейс Небольшая ставка До половины банка Большая ставка До банка Или овербет До улына Так, ну-ка, Катя Ну, если мы играем Как помедленнее, да И смысл тут Чтобы больше фишек был Тогда я бы сделала номер два Чек с намерением Ответного рейс На рейс Я считаю, здесь надо Так, чек, ага Играть по первому Алгоритму То есть нужно делать чек Потом, собственно, если абонент Будет пытаться нас выдавить Мы спокойненько калируем эту ставку Потому что у нас, по сути, непобиваемая ситуация И уже на ривере Мы будем просто добавлять в банк Как мы будем добавлять в банк Вопрос пока открытый Будет ли бет на ривере С стороны оппонента Или будет наш бет Вот Но нужно действительно Замедлить немного игру И сейчас ставки не звенчат Достаточно просто калирует соперник Угу Я думаю, очень зависит Какой оппонент И как мы ранее играли Потому что здесь есть две возможности Одна-то Немного за слоплей И сыграть чек-колл Имитируя какой-то дро И если дро не закроется Тогда поставить довольно большую ставку Оппонент подумает, что мы блефуем И вскроет нас по тузу Или две пары Он просто не может поставить карту С которой мы бы так играли чек-колл Если мы ранее уже показывали Какой-то полублеф Или блеф Можем спокойно сыграть чек-рейс Оппонент может подумать, что мы снова Играем какой-то полублеф И на карте такой как сет Или старшие две пары Еще нас даже переставит Не подумать, что мы калировали Флоп с король валет Это вообще нестандартная игра И подумать скорее всего Какой-то дро Возможно две пары И с тройкой То есть сетом Пойдет на все фишки Макс, тут есть недостаток Что тогда должен был наш блеф Или полублеф Он должен был скрыться То есть мы должны были проиграть эту ставку В противном случае Просто соперник не узнает Что мы блефовали Если мы очень Да, это важная репутация Если мы очень-то этого играли Нет смысла играть чек-рейс Не подумать, что мы с дроби Сыграли чек-рейс Но если мы как-то блефовали Агрессивно играли И хитрили То можно сыграть чек-рейс Что-то имитировать слабое Ну и потом Если бы там что-то было иначе Нам бы эту задачу дали бы Не к уроку Там слоу-плей А к уроку Какого-нибудь друг к уроку Блеф там Даже не предположил Такую логику Нет, ну как обычно В покере Палитра мнений Достаточно большая И в покере Никогда не бывает Одинаковых Ну как бы Ну таких мнений Которые бесспорно И вот по-другому сыграть нельзя И все это зависит От такого количества факторов Опять же Мы сейчас даже не сказали Какие стейки там у оппонентов Если у нас есть Что у него выигрывать Можно играть слоу-плей Если у нас остался Маленький стек Который Там Все равно по шансам Банка калирует Так что нам ждать Вдруг он тоже скажет Чек Поставили Да и все Или оставили В Доривера Ну на самом деле На Ривере есть Масса таких еще карт На которых он Просто не поставит Откроется еще Король Откроется Валет Откроется там Повтор десятки Он будет думать Что нам подошла Вот именно эта карта Последняя Давайте почитаем Что имел ввиду Составитель Очень хочется Внушить оппоненту Что наша рука Слабая Это можно сделать Либо сыграв чек Либо сделав Небольшую ставку Чек-рейс Выглядит очень Интересным И перспективным Розыгрышем Особенно если точно Просчитать размер Своего рейса Чтобы заставить Заплатить Одну пару Скажем Или дро То есть хочется Построить большой банк Поскольку к риверу Вы будете старше Очень многих Карт часто Несмотря на Двухмастный флоп А мы еще Одномастный положили А к тому моменту Банк должен стать Достаточно велик Чтобы соперник Сделал плохой кол На паре Или двух парах К тому же Играя чек Со стороны Вы похожи на человека Собирающего флеш На которого Просто Грех не напасть Ну тут Видимо надо было Положить Какие-то еще Флешевые угрозы Вот Поэтому Ему может показаться Что мы собираем флеш Особенно если Этот флеш Например Шел еще с лопа Нет Тут дама Бубновая В задачке В задачке Да Поэтому там Она пишет Про флешку А пришла еще Десятка бубновых Ну я положу Что дама У нас совпадала Ну не важно Если я положу Десятку червей То задача Будет выполнена То есть у нас Получилось Две масти На столе Вот И он Нас может По нашему Чеку Ставить на Какое-нибудь Дро Трифовое Или флешовое И даже если Он нас на червовое Еще не ставит Ему нужно Самому что-то делать Потому что Если у него Есть туз То этот туз Не червовое Дама Не трефовое Вот И он Может просто Опасаться Случайного флеша Еще раз подумал Думаю Здесь слоплеить Нельзя Оппонент Просто не может Нам поставить Сильную карту Мы сыграли Кол на флопе Понятно Что бессет Две пары Переставляли Чаще всего Сейчас мы А король валет Выбрасывали бы Правильно Да Он не может Просто поставить Ни одной сильной карты Скорее всего Он подумал Что это вообще Блеф Или максимум Дро Есть такие карты Как 10 туз Дама 10 Просто еще раз Переставить Чтобы не дать Нам скрыть Флеш Или стрейт Лучше всего Играть чек-рест Мы можем Так забрать Весь стэк И тем самым Не дать Открыть Одну карту Которая может Спугнуть оппонента Вот сейчас Если вы Видите например Король крести Или даже 8 крести Оппонент бояться Стрейта Или флеша И с такими картами Две пары Можешь просто выбросить Ну да То есть мы можем Построить ловушку Сами себе Например Первая опасность У человека черва И он решил Там Ну не знаю Просто случайно Купить черву Или наоборот У человека нет Ни черва Ни трефы Вот Пришла какая-то карта Которая его напугала И он не заплатит Или например Пришла карта Которая его испугала В плане того Что Если у нас были дро Там Не знаю Там 10 валет Какие-нибудь Ну то есть Еще нет стрейта Придет король И человек испугается Поэтому Наверное Ставить надо Только Надо понять Как мы ставим То есть Мы играем Либо чек рейс Либо маленькую ставку рейс Ну то есть В любом случае Это будет Слоу плей Замедленный розыск Следующую задачку Наша рука Туз 5 пик Ноу-лимит турнир Полный стол Наша позиция Большой блайнд Никто не известен Первый круг турнира Стеки у всех ровные Блайнды 10-20 Вопрос При флоп Первый пас Второй кол Третий кол Все пас Маленький блайнд Кол Вы чек Четверо в банке Флоп веселый Король, дама Валет, пик Маленький блайнд Чек Вы затаившись Тоже Вторая позиция Тоже Наконец Третий игрок Ставит полбанка 40 Маленький блайнд Играет Кол Вы продолжаете Слоу плей Кол Вторая позиция Пасует Остаются Трое в банке Третий Ничего не меняет Тройка Бубновая Маленький блайнд Опять играет Чек Какой наилучший План розыгрыша Три варианта Первый чек С намерением Кол Чек С намерением Рейза Напасть самому И сколько Макс готов Но я хочу От новеньких Причем Напасть самому Только с той причиной Чтобы имитировать Сильную карту Потому что Совершенно Определенно Что здесь нужно Играть слоу плей Потому что Уже есть флаж Причем флаж Достаточно сильный С тузом И даже есть потенциал На какой-то Стрейт флаж Или просто На стрейт Да Ну Не будем говорить О маловероятных вещах Суть в том Что здесь нужно Калировать Очень важно Или мелкий флаж Или стрейт Или стрейт Или две пары И определенно Сделают рейс С флажем С сетом И на ривере Скорее всего Нам нужно было сделать Еще одну небольшую Ставку Если мы видим Что оппонента Флэш Мы можем так же Сыграть чекрейс Имитируя какой-то Блеф Или слабую карту Я думаю Очень важно Знать бои Турниры И оппонента Чаще всего Если это крупные бои То нужно сыграть Не стандартно А если это Небольшой бои То просто Сыграть стандартный Чекрейс И оппоненты Часто дадут нам стэк Ну да То есть если это Турнир Там ну не знаю Со вступительным взносом Один цент А таких турниров Тоже много в интернете Десять Да И тогда Мы играем против Явно неискушенных игроков Мы считаем Что Та линия поведения Которую они заявили Ну скорее всего Будет продолжено Если мы чековали Мы опять чеканули Этот ставил Последний Он и сейчас поставил И мы его успеем Переставить Вот А если люди Более искушенные Более опытные игроки Вот он все чек Слишком опасный флоп Он думает Дай-ка я попробую украсть Ну не знаю С валетом С дамой С королевом Может быть У него Там не знаю Какой-нибудь стрит-дро Там есть карта Какая-то такая Вот Десять-семь И он дал Ну с попыткой Забрать И в этот момент Двое кол Вряд ли он будет Нападать снова Если он был слабенький Но при этом Искушенный игрок Вот Поэтому Ну тут Он не обязательно Сделать то же самое Поэтому может быть Есть смысл Тить на самому Двинуться И тогда ты запутаешь И новичков И искушенных игроков Давайте посмотрим Что говорит нам Составитель этой задачи Что-то не видно Большой силы У соперников Похоже Надо играть чек И надеяться На ставку От игрока С третьей позиции И тогда Можно будет Уже играть рейс Причем рейс В этом случае Делать небольшой Чтобы попытаться Оставить его В игре до ривера Если не пройдет Такой план Придется нападать Самому Изображение Типа давайте-ка Я попробую Украсть этот банк На ривере Ну то есть Сейчас на терни Чек Пришла тройка У нас бубновая Да Положим червовую Непринципиально Вот короче Он предлагает На терни играть Чек Продолжать медленную Игру А на ривере Уже тогда Нападать Однако Следует заметить Что чек кол Тоже не дурной Метод розыгрыша И здесь Нужно иногда Вносить Разнообразие В любом случае Карта на флопе Такая что У обоих Может быть дро И было бы Очень неплохо Если бы они Его усилили К риверу Но я например Тоже больше Согласен с Максом Почему Потому что Дро скорее Не придет Тем более Мы уже заняли Два аута Дро скорее Не придет Если у них Дро То у них Единственная Возможность Заплатить Будет на терни А на ривере Если он не придет Человек мог играть Ну не знаю Десятка и пик Например Десятка и пик Он же уже не выкинет Но он не выкинет На терни У него допустим Две десятки Такая карта То есть на ривере Придет пустышка Ему нечего делать Он выбросит Да не каждый Оппонент подумает Что у нас флеш Тузом Прямо Может мелкий флеш Почему у меня флеш Там например С 9-8 Меньше чем у него Поэтому мы поставим Еще на ривере Можем сделать ставку Даже чуть больше банка И он не сможет Выбросить свой флеш Просто Некоторые оппоненты Посмотрят свою карту Думают Флеш слаба Я не могу никак выбросить Ну да То есть есть много Ситуаций Когда не выбросит И если вдруг На терни приходит Вот после тройки Червей Если приходит Любая пика Ну желательно Чтобы без повторов Чтобы мы не могли Его там проиграть Хотя мы уже можем Проиграть десятки Из девятки Если вы обратили внимание Если придет Любая пика Если придет Любая девятка Кроме пиковой Кстати говоря Потому что пиковой Нам будет не очень приятно Так у нас Стритфлеш Невероятен Ну мало вероятен Надо иметь Строго десятку И девятку пик Можно посчитать Вероятность События не такая Ну то есть Всего одна комбинация А скажем Если открывается Девятка пик На ривере То комбинации С десяткой пик Существует Там ну 50 Десятка пик С тройкой Десятка пик С десяткой червей С тузом Триф Там и так далее У меня есть такая Интересная задача К этой задаче Если например Этот турнир За 500 долларов Примерно Очень крупный Там играют сильные игроки В онлайне Мы сейчас делаем Бет на турне Оппонент кол Ривер выходит Десятка Девятка пик Мы делаем Бет Оппонент То лэн все Три или пять тысяч Что тогда нам делать Если приходит Девятка пик Десятка Десятка Если десятка У нас Десятка Девятка Десятка У нас Девятка Или восьмерка Точнее Восьмерка Ничего не меняет Только девятка Только девятка Я понял Ставит лэн Скорее всего Это будет фолт С нашей стороны Да У нас бьет Только одна карта Но другой карты Оппонента Просто не может быть Точно Потому что Вот смотри Пришла Девятка Пиковая Он не знает Что у нас Мы сделали Бет Какой-то там Ну не знаю Мы с такой картой Сделаем бет В размере банка Потому что Понятно Что срослись Любые дро Любая пика Доехала Любая десятка Если был открыт И стрит Доехала Вот На чем он может Нас переставлять Если у него Нет десятки То есть Мы точно знаем Что у него нет туза Потому что Это туз у нас Вот какую мы можем Руку положить Ну например У него пускай будет Там ну какая хочешь Там восьмерка пик Восьмерка пик С королем Там с каким-нибудь Вот так вот Он шел на паре С пикой И купил Вот такой вот Флеш Будет он нас Переставлять На ривере Наверное Вряд ли Правда же Только если Этот игрок Не Катя конечно Что Катя Может И с двойкой Переставить Но Макс Говорит о том Что там Турнир такой дорогой Там по 500 долларов И очевидно Играют люди Ну не первый раз Играющие в покер Потому что Новичок не пойдет Турнир по 500 долларов Зачем Мальчиком для битья Никто не любит быть Правильно Вот он сначала Наберется опыта То есть там сидят люди Которые уже набрались опыта У меня кстати Был такой случай Я тоже Прекрасно понимал Что проигрываю Просто не нашел В себе силы Выкинуть Стритфлеш В гольф-клубе Ну купился Младший стритфлеш Причем такой Он как-то такой Закрылся тоже в живот У меня было Ну типа Восьмерка Ну короче С нижнего края Или семерка Лежала Валет 10 9-8 Вот И мне там Семерка пик Дала стритфлеш Человек напал Я переставил Просто как добирать И он двинул Лулын А там было совсем Ну немного Может быть Половина моего рейза Вот Но я подумал Что он Мог же так сыграть И на тузе Что вроде уже Нечего терять Вот И заплатил Хотя Он мне показал Старше Даму Ну что С задачками Покончено Я предлагаю Сыграть У нас стеки У всех есть Давайте только вспомним На какой позиции Баттон По-моему Он у Макса Нет? Да-да-да Нам не заканчивали Сейчас нам Сейчас Сыграем сдачу Потом попьем Чайку И продолжим Так что Разминоч У меня маленький У Виталия большой Помним Помним Что у нас Тема урока Замедленный розыгрыш Или Слоуплей И По возможности Если карта Позволит Будем Эту тему Применять Дальше Слово Конечно 10 Поставлю Call Call Пас Пас Я Call Он же Замедленно Разыгрывал Хорошую Карту Check Race У вас есть Обс Как и у любого Игрока У большого Глайнда Никогда И дилер Не начнет Раздавать Пока Не скажет Что нибудь Блайнд Я дам 15 Я уравниваю Уравниваю Я тоже Выравниваю Я еще Дам 15 Сакинг Бет Такая Всасывающая Ставка Уравниваю Шикарство Шикарство Я бы выиграла Я бы выиграла Пойдете Стрейт Второй Рассет Вам достаточно Раз в десяти Проиграть Я должен был пасовать На этих картах Просто скучно стало Нет Подожди Бывает Веселье И подороже Я знаю Развлечение Поэтому Это не самый дорогой способ Развеять скуку Макс говорит о том Что это невыгодный Блев Потому что Достаточно Если вас Один раз Из пяти Вскроют Брать пример С меня Не надо Проиграем Вскрою Макс 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Думаю, что лишь бы вас это заблуждение не привело в то, что вы не всегда руку профессионала прочитаете. Что иногда у профессионала будет 7-8 в этой ситуации, 2-4, на батону у Володи, потому что я стал страдал. У меня большой, да? Не, не, не. Большой у меня. Слава очень больше. А у Катя... А, нет, сейчас Виталий ходит. Кол. 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 Чек. Friendly game. Играй все. Так, и первый начинает Макс. Дайте, Катюша. Спасибо. Макс ставит 50. Кул. Катя заиграла в несвойственной манере. Уже какую раздачку, кстати. Да? Да. Чек. Чек. Нарезал. И ко. Катя заиграла. Еще. Ха. То. Снимаю. Играет. Катя заиграла. Чек Пакс, давайте посмотрим, кто на чем играл Тупо повезло с Ривером В противном случае я на самом деле Я думаю, что вы были и до Ривера старше Нет, до Ривера До Ривера старше были вы, но Нет, до Ривера у вас взяла пара Но на этой паре нельзя играть Почему со взрослым не взяла? Вы же выиграли у взрослых У Макса была отличная конструкция Забирайте это ваше деньги У Макса был двусторонний стрит Причем Я вслед за Максом Если бы пришла пятерка Я бы считал, что у меня Только появился стрит-дро А у вас бы был уже Готовый стрит Я бы сейчас просто сбросил Я вообще ни на чем пошел У Макса хотя бы Стрит-дро, у вас какая-то парочка Какая-никакая А у меня такая конструкция На которой я вообще новичкам играть Не советую Да То есть не стоит покупать Карты с двух покупок Но я считаю, что мне годится Я считаю, что придет восьмерка Я буду старше Придет король Я буду старше Придет бубна У меня будет стрит-дро Придет девятка Или пятерка У меня будет То есть у меня очень такая Богатая карта На терне я готов И пришла одна из них Кстати говоря Я не совершил здесь ошибку Большим бетом Но Макс в любом случае бы бросил И я в любом случае бы бросил То есть ваша ставка Не имела значения По большому счету Да То есть, ну поскольку У вас две пары Вы могли бы получить Там, ну не знаю С какой-нибудь семерки Ну семерка навряд ли бы ответил При таких блайндерах Ну а почему? Дама же никак не подходит Дело же не в старшинстве карты Дело в том, что Первоначальные ставки Сузили круг-круг Которые здесь что-то ловят Ну если семерка дожила Здесь до ривера И такое резкое увеличение банка Поэтому семерки скинули Да, Макс? Как считаешь? Семерки бы скинули на ривере? Сементус у тебя был бы Ты платил бы на ривере? Выбросил Когда дама пришла, да? Ну там, я не думаю Что-то будет добирать Семерки-шестерки Скорее всего Или блеф Или карта Я не думаю Что там будет блеф В этом двести Да, блеф был бы побольше Двести как бы Да, ну нет То есть то, что вам подошла дама Можно было судить По ставке двести Чистое везение Чистое везение Ну я флоп поставил Стрейд дрогт Вот, кстати Блестящую вещь сказали сейчас Что? Десять блайнд Извините Скажи блестящую вещь Относительно того Что подошла дама Видно по ставке А как вот скрыть То, что подошла дама Не в моем случае А вообще Ну, не знаю Я может быть не только по ставке А по какому-то комплексу Там, ну не знаю Активности Там блеска в глазах Там торопливости Ну то есть по каким-то признакам Мне показалось Неужели на 150 человек Хотя логичность Хотя логичность была так То же самое 50, 100, 200 Ну нормально От улицы к улице Ставка должна повышаться Катя, ваше слово Кол Кол Летали чек или рейс Я чек Чек Банки 4 игрока Чек Я чек Я тоже чек Я пас Ну тоже чек можно, Катя Нет, я пас Я чек Чек, чек, чек 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 Давайте скроемся, чек Нет, подождите Прошу прощения, чек 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 А у нас одинаковые карты были? Двовечка, да? У меня 5 сит Виталий, король двовечек Двовечник Да Бесплатно, если уж Почему бы и нет А у меня 5 сит Пардон Я выиграл Пардон Виноват, да Девятку тоже не заметил Пардон, пардон И я не заметил У меня-то, вы не простите Да, извините Вятка же была на столе, да? У нас 9 сит Тогда у меня есть вопрос, Володь, к вам Да Почему вы, получив старшую пару на флопе Находясь в хорошей позиции Не атакуете? Ну, все же Девятка И старшая карта Только валет Ну, вот смотрите Я думаю, что может быть Кто-то слоу-плеит Или Пытается там Ловушку собирать Ну, просто все же Не очень сильно А вы узнаете Вы узнаете это Поставив там 15 или 20 рублей Сразу же на флопе Поставьте Потому что Если кто-нибудь Заколирует У вас хотя бы Будет основание Что может быть Человек ставит ловушку А так вы без оснований Просто боитесь Ловушки Там, ну, ориентируясь Там, не знаю На лицо На темные очки Там, на строгое выражение На горящий взгляд У вас есть старшая пара У вас нету Никакой информации Что у кого-то Есть ручная пара Валеты Да, вот и так Потому что они бы Скорее всего Поднимали ставку До флопа Вот Более того Там у нас Могла бы быть Какая-нибудь карта 9 король 9 туз Но мы бы Если бы у меня Было 9 туз Я бы немедленно поставил Потому что Я проигрываю Вы просто Часто нестандартно играете А виталии Часто бывает Может блефануть Или там Ринуться с шашкой на голову Поэтому Это стандартная игра Увидев старшую пару На столе Поставить ставку Защищая Особенно если пара Такая маленькая Как девятки Потому что Если человек с тузом Увидел туза Он еще может За слоуплей Чекануть И вот мы как раз К уроку слоуплей Очень важное Дополнение Только что Вот встретившись Обсуждаем Что никогда Не надо слоуплей Маленькие Слабые комбинации Вот это те случаи Когда слоуплей Не уместен Дело в том Что она сразу Открылась дама Все уже У вас Ваше преимущество Пропало У кого-то дама Вы проиграли После дамы Открылся король Вы проигрываете Королю И валету С десяткой Которую построили Стрит И так далее Даже на хэт запад Не стоит делать Конечно Нет Никакие девятки Не слоуплейте Ну что На этом Я думаю Мы сегодняшний урок Закончим А я только Посмотрю Что же нас ждет В следующий раз В следующий раз Нас ждут Различные виды Блефа Полу-блеф Блеф Блеф-кол Тогда мы Встретимся И ее обсудим Как раз С дачи Виталика С крупной фишкой Спасибо До встречи Субтитры сделал DimaTorzok